Здоровый образ жизни становится популярнее день ото дня. Мы стараемся правильно питаться, вовремя ложиться спать, ну и, конечно, заниматься спортом. Количество фитнес-центров растет в геометрической прогрессии, а гантели и тренажеры им становятся лучшими друзьями большей части человечества. Ведь здоровый и потянутый вид – это один из признаков успешного человека. И в наше время без этого уже никак. Конечно, спорт – это хорошо, и кто скажет по-другому? Мы устаем, иногда растягиваем себе связки или получаем другие незначительные травмы. И вроде бы все нормально, ведь результат в зеркале радует. А иногда идем в спортзал с плохим самочувствием или банально пренебрегаем элементарными правилами безопасности. И это тоже ничего, ведь нужно срочно похудеть или подкачать мышцы. Только вот в таких случаях ни о каком здоровье речь уже не идет. А как показала недавняя печальная практика, и в нашем городе случаются, мягко говоря, неприятные инциденты. В одном из рязанских фитнес-клубов произошел несчастный случай. От сердечного приступа скончался мужчина. По словам очевидцев, мужчине стало плохо в тренажерном зале, он потерял сознание. Сотрудники фитнес-клуба вызвали скорую и оказали клиенту первую помощь. Как позже сообщили сотрудникам центра медики, мужчина скончался, у него не выдержало сердце. К счастью, подобные случаи все же единичны. И тем не менее, хочется напомнить рязанцам об элементарных правилах, которые нужно неукоснительно соблюдать при посещении фитнес-клуба. Во-первых, нужно, кстати, сходить к доктору, убедиться действительно для себя, что вам тренировки безопасны, что вам разрешается физическая нагрузка. Какая физическая нагрузка? Это должен подобрать тренер, который специализированно занимается этим, и у него есть сертификат. И в-третьих, нужно прислушаться к своему состоянию здоровья, потому что если вы чувствуете себя не очень хорошо, то в данный момент лучше на тренировки не ходить. Конечно, важно не переусердствовать с физическими нагрузками, прислушиваться к своему организму, и что тоже немаловажно со всей ответственностью отнестись к выбору фитнес-центра, а также помнить о том, что нет ничего зазорного в том, чтобы спросить у тренера сертификат и убедиться в его профессионализме. Каждый тренер знает, как оказать первую медицинскую помощь, то есть в зависимости от вашего состояния здоровья. То есть нужно определить, сердцем у вас плохо, или у вас давление упало, или у вас действительно перегруз, или у вас перетренировка. То есть этот тренер определяет, нас этому обучают. На самом деле оказание первой медицинской помощи полезное, а порой действительно необходимый навык, который может пригодиться любому человеку. Сотрудники центра по обучению неотложной помощи объяснили и показали наглядно. Алгоритм оказание первой помощи человеку, у которого остановилось сердце. Во-первых, как бы это эгоистично не звучало, нужно убедиться в собственной безопасности. Случаи бывают разные. Далее проверить, сознание ли человек и есть ли у него дыхание. После чего незамедлительно вызвать скорую помощь по телефону 112. А далее пригодятся следующие навыки. После этого начинаем компрессии сердца. 30 компрессий сердца с глубиной 5-6 сантиметров и частота 100-120 минут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Реанимацию продолжают до приезда скорой помощи, либо до полного изнеможения, либо до появления признаков жизни у пострадавшего. В общем, берегите себя, помогайте окружающим и помните, что занятия спортом должны быть в первую очередь в удовольствии. Олимпийские рекорды оставим все-таки профессиональным спортсменам.